Задержаны молодые люди давно были под наблюдением полицейских. Четверо четинцев, одному из которых нет и 18 лет, совершали кражи из квартир и ранее. На этот раз удача оставила домушников. И на очередном преступлении молодые люди попались в руки полицейских с поличным, хотя своей вины по-прежнему не признают. А вас за что задержали? А вот говорят, что за каждым. Говорят? Да. Как, при каких обстоятельствах? Да я вообще вам попросил довести на другого. На этот раз объектом преступления для молодых людей стал частный дом в поселке Песчанка. Стражи порядка предполагают, что участники группы не один раз наведывались в эти края. Выбор, как правило, падает на внешне благополучное жилье. Буквально 150-170 метров находилась машина, на которой приехали преступники. Значит, трое из приехавших, четверых человек, подошли к дому, обошли дом, посмотрели со всех сторон, постучались, то есть проверили, убедились в том, что хозяева дома не находятся. Затем все эти трое проникли через данное ограждение в ограду дома и, взломав пластиковое окно, которое находится с левой стороны дома, проникли в дом и находились в порядке 5-7 минут. Затем злоумышленники попытались скрыться с места. Однако не могли предположить, что неподалеку за их действиями наблюдают полицейские. Задержать его располичным удается не всегда, признаются сотрудники. И этому есть свои объяснения. Сложность в том, что, во-первых, все наши, так скажем, клиенты, которых мы отрабатываем на причастность с коражем, практически все ранее уже привлекались по данной статье 158-3. Во-вторых, уже частично и знакомы методы и способы нашей работы. Иногда бывает, что уже являционно знают. Поэтому проводить мероприятие довольно тяжело. Но, судя даже по этому месту, можно понять, что наблюдение вести было крайне тяжело. Тем не менее, с начала года это уже седьмая группа квартирных воров, задержанная в Чите. На счету каждой из них более десятка преступлений. Фигуранты последнего задержания сейчас находятся под стражей. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. А в ходе обысков по месту жительства изъяты вещи, украденные во время других преступлений. Алена Любимова, Евгений Жеребцов, пресс-служба ОМВД России по Забайкальскому краю для программы «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова